Когда на Руси умирал воин, крестьянин, монах или ремесленник, иными словами, рядовой житель, согласно православному похоронному обряду его отпевали, чтобы помочь его душе держать ответ в ином мире за содеянные в течение жизни грехи. Однако последние дни представителя власти или аристократии были сопряжены также с еще одним ритуалом – пострижением в монашество. Таким образом, власть имущие представали перед Господом, обладая определенными льготами. Это делалось не для того, чтобы и в смерти подчеркнуть их могущество, а чтобы смягчить тяжесть невольных грехов тех, кого называют вершителями судеб. При принятии схемы человек получал иное имя – монашеское, и оно обычно начиналось на ту же букву, что и светское. Монашеским именем предка иногда называли новорожденных детей. Обычай принятия схемы на смертном одре пришел на Русь из Византии. Постригались в монахи императоры и аристократия. Почивший в посмертном портрете представал в двух обликах – своем мирском образе и в виде монаха. Известно по меньшей мере 17 императоров, принявших постриг. Однако пострижение в схему практиковалось также при переворотах и свержении императоров, особенно у венецианцев и генуэзцев, которые жестоко враждовали между собой. Каждая сторона старалась получить влияние на Византию, посадив на трон своего императора. На Руси первой приняла предсмертный постриг в 1050 году жена Ярослава Мудрого Ингегерда – Ирина. Она была дочерью первого христианского короля Швеции – Аллафа Штконанга. В отличие от византийских правил на Руси монашеское имя не исключало мирское, а добавлялось к нему. Великий князь Александр Ярославич правил в то сложное для Руси время, когда над страной, состоящей из уделов, периодически нависала опасность гражданских расприй, а также наседали татары с Востока и католические крестоносцы Ливонского ордена с Запада. Перед ним встала задача выбора пути для всего государства, и глубоко религиозный Александр избрал Восток, произнеся свою знаменитую фразу о том, что никто не приносит большей жертвы, чем положившей душу, за други своя. Это означало, князь понимает, что губит свою душу, но делает это во имя интересов Руси. Александр неоднократно ездил в Орду. Он не просто подружился с татарами, он даже стал побратимом старшего сына Батыя, Сартака. Орда в те времена не была мусульманской, там доминировала Чингизова и Са на основе тингрианства, а также распространено было христианство нестарианского толка. Сартак был нестарианином и оказывал побратиму военную помощь против крестоносцев. Александр стремился удержать страну в едином кулаке. Он посадил править в Великом Новгороде своего старшего сына Василия. Но последний принял участие в восстании против княжеской власти. Александр подавил бунт и расправился с советчиками сына, отрезав им носы или выколов глаза. Самого Василия он проклял и лишил права наследования. Его отлучение от власти привело к тому, что третий сын Невского Андрея пошел войной на второго, Дмитрия, звал нарусь татары вверг страну в пучину войн и погибели. Таковы были некоторые деяния Александра Невского, и это пример того, что власть неразрывно связана с нарушением христианских заповедей и те, кто правит, действительно нуждаются в дополнительной защите перед Богом. Великий князь Александр Невский умер, когда возвращался из Орды. Ему было всего 42 года. Он успел принять схему и был пострижен с именем Алексий. Почитать, как святого его стали сразу после смерти, но канонизировали только в 1547 году во время собора, созванного Иваном Грозным. Тело Александра было доставлено во Владимир и похоронено в Рождественском монастыре. При советской власти монастырь переделали под отделение милиции, раку передали в местный музей, а мощи Александра были перенесены в Александро-Невский монастырь в Санкт-Петербурге. Многие княгини добровольно постригались в монахини после смерти мужа, но тем не менее продолжали участвовать в светской жизни. Вспомним хотя бы трагическую судьбу семьи князя Симеона Гордова, чьи дети умерли во время эпидемии чумы. Он тоже заразился, когда целовал их перед погребением. Симеон был пострижен с именем Сазонтий, а его вдова Мария впоследствии приняла постриг с именем Фатиния. Однако Мария Фатиния не заперлась в монастыре, а по просьбе митрополита Алексея помогала в восстановлении Москвы после пожаров и эпидемий и даже в организации строительства первого каменного Кремля. Первым примером насильственного пострига на Руси стала история жены Василия III Соломонии Собуровой, которую царственный муж сослал в монастырь за бездетность. Хотя кто из них страдал эти недугом, большой вопрос. Во втором браке Василия с Еленой Глинской тоже четыре года не было детей, а об амурных похождениях Елены с князем Телепневым-Оболенским знала вся Москва. Иван Грозный отправлял надоевших жен в монастырь одну за другой. А в смутное время в монастырь ссылали как в тюрьму, считая, что монах – не конкурент. Таким образом шуйские избавились от родственника Рюриковичей, боярина, богача и щеголя Фёдора Романова. Его постригли с именем Филарет. Однако жизнь повернулась так, что этот человек именно в статусе монаха обрёл высшую власть на Руси. По окончании смутного времени царём был избран его сын, 16-летний Михаил Романов. А Филарет стал при нём патриархом и вершителем судеб страны. Именно благодаря его политическому таланту страна сумела восстановиться после смутного времени и обрести ещё большее величие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok